ПАСПОРТ Дом решила перебраться обратно, на родину. В переезде помогли родственники из Ульяновска. У них же Райса Петровна осталась жить. Российского гражданства у бабушки нет, но зато есть вид на жительство. Вернее, теперь есть с новым загранпаспортом. Год назад документ перестал быть актуальным. А без него женщина не могла получать в том числе положенные ей льготы и медицинскую помощь. Для того, чтобы поменять паспорт, это надо было ехать нам в Азербайджан, то есть бабушку везти. А так как бабушке 90 лет, уже сами понимаете, это практически нереализуемая задача. И для этого мы начали обращаться в посольство Азербайджана в Москве и к уполномоченным по правам человека. В посольстве помогли оформить все необходимые документы, поэтому Райсу Петровну дальше столице возить не пришлось. Но за уже готовым паспортом также нужно было ехать в Москву. Вторая поездка оказалась бы не по сильной ношей. К делу подключились региональные федеральные омбудсмены. По просьбе уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой, которая 10 июля работала в регионе и лично заинтересовалась делом этой семьи, паспорт Райса Петровна получила накануне в Ульяновске. В торжественной обстановке документ вручил третий секретарь посольства Азербайджана в России Мусанив Балашов. Я отношусь к этому серьезно. Положено, делайте. А так, как другие говорят. Та-та-та. Все. Спасибо большое. Значит, я заслужила, заработала. В подобной ситуации оказываются сотни жителей нашей страны, чтобы вопросы, затрагивающие интересы иностранных граждан, лиц без гражданства, решались дипломатично. В короткий срок в России создан специальный Евразийский альянс омбудсменов. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой, значит, по ее инициативе создан Евразийский альянс омбудсменов. И в его рамках, оказывается, ведется такая работа. И, конечно, на двухсторонней основе. Это интеграционное сообщество расширяет возможности омбудсменов по защите прав российских граждан, которые мигрируют, путешествуют, работают на территории других государств. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Ну, Раиса Петровна, у нас сегодня такое, это, честное, Субтитры создавал DimaTorzok